После начала полномасштабной войны в Украине и ужесточения цензуры, Россия вошла в топ мировых стран по популярности VPN-сервисов. Только в 2022 году подобные приложения были скачаны россиянами более 33,5 миллионов раз. Естественно, это не осталось незамеченным властями, и они выступили с ответными мерами, запустив в интернете кампанию о вреде VPN-сервисов. Действительно ли VPN так опасен, и насколько правдиво то, что о нем говорят в России? Давайте разбираться. Нет, это неправда. Технология VPN в виртуальной частной сети была разработана в корпорации Microsoft в середине 90-х для того, чтобы сделать соединение между компьютерами более безопасным и конфиденциальным. Снова неправда. Сами по себе VPN-сервисы в России абсолютно легальны. Другое дело, что Роскомнадзор регулярно блокирует VPN, которые предоставляют доступ к запрещенным в стране ресурсам, например, к сайту нашего телеканала. В таком случае пользователям приходится выбирать новый сервис. Это правда. Принцип работы VPN заключается в том, что сервис становится промежуточной точкой между вами и сайтами, которые вы хотите открыть. Он шифрует ваши данные, используя собственный сервер. Чем дальше вы физически находитесь от этого сервера, тем сильнее может падать скорость соединения. Однако у качественных сервисов этот показатель не будет выше 10%. Чаще всего российских пользователей пугают именно этим. В действительности, как я уже говорил, VPN был разработан для защиты персональных данных. Если вы пользуетесь бесплатными сервисами, они обеспечат ее. А бесплатные версии действительно иногда могут представлять угрозу. Поэтому при их выборе руководствуйтесь советами на сайте vpnlove.me. Это маркетплейс проверенных VPN-сервисов от Роскомсвободы. Интернет-эксперты считают, что даже бесплатный VPN в России лучше, чем совсем ничего. С его помощью у вас больше шансов открыть очередной заблокированный сайт, список которых в России растет с каждым днем.